Здравствуйте! В эфире новоуральская вещательная компания информационная программа объектив студии Анна Крамова. О последних событиях далее. Евгений Куйвышев заручился поддержкой министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова в выполнении программы по обеспечению уральцев природным газом. Продолжается газификация из сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа. Следующий этап газификации в поселке Мурзинка. Новая техника, специализированные баки, обновление оборудования для мусорокамер. Предприятие ТБО «ЭК-сервис» ищет пути решения накопившихся проблем. Настоящий интеллектуальный батл атомщиков в городах присутствия госкорпорации «Росатом» прошли викторины на тему атомной энергетики. 275 лет Тараскова. Новый проект «Декана Вуральский» стартовал в городе. Его главная задача – сохранение истории родного края и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Кубики, робики и жемчужинки. В юбилейный для городского телевидения год НВК проводит экскурсии для самых юных горожан – воспитанников детских садов. Губернатор Евгений Куйвышев заручился поддержкой министра энергетики России Николая Шульгинова в вопросах реализации программы догазификации на территории Свердловской области. Это направление работы, от которого непосредственно зависит благополучие уральцев и развитие региона. Рабочая встреча прошла на полях седьмого заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Екатеринбурге. По словам Евгения Куйвышева, в Свердловской области разработана генеральная схема газоснабжения и газификации региона до 2028 года, а также на перспективу до 2035. В ближайшие шесть лет прогнозируем увеличение объема потребления природного газа на 3 миллиарда кубических метров. Главным образом за счет строительства новых объектов газоснабжения и реконструкции существующих. Реализация генеральной схемы позволит выполнить получение президента по этапной газификации страны в части нашего региона, а также в социальной газификации к концу 2022 года. При этом уровень потенциальной газификации населения превысил 92%. Глава Среднего Урала Евгений Куйвышев обратился к главе Минэнерго России с просьбой о поддержке при реконструкции дефицитных газораспределительных станций на территории Свердловской области. Сегодня таких в регионе восемь. Для финансирования мероприятий по их модернизации нужно включить в программу «Газпрома» по развитию газоснабжения и газификации регионов России до 2024 года. Правительство региона ранее уже направило в адрес компании соответствующее положение. Также обсудили механизмы взаимодействия между операторами до газификации. Напомним, эта программа инициирована президентом России. Ее цель – улучшить качество жизни жителей сельских населенных пунктов. Перестать колоть дрова и готовить не на печи, а на газовой плите – эта мечта уже сбылась у многих сельчан Новоуральского городского округа. С 2008 года идет газификация сельских населенных пунктов. Одним из первых голубое топливо получили жители деревни Ялани. В 2013 началась газификация села Тараскова, а в 2020 завершилась. Газ – это благо цивилизации. Возможность обеспечить дом теплом дешевле, чем при использовании других ресурсов. Газификации Тараскова работа в этом направлении не закончилась. Она продолжилась в деревне Починок. На строительство газопровода здесь потрачено около 33 миллионов рублей. Строительство было начато в 2020 году и по итогу газифицировано 204 дома и 94 участка перспективной жилой застройки. Следующий у нас этап газификации – это поселок Мурзинка. Так что поэтапно в каждый населенный пункт мы пришли. Я думаю, до Польников, деревни Польники мы тоже дойдем. Повышение надежности и устойчивой работы системы газоснабжения Свердловской области, синхронизация планов по развитию газификации, создание технической возможности для подключения. Все это задачи программы. Напомним, что главное – это улучшить условия жизни жителей сельских населенных пунктов. Региональный оператор ТБО «ОК-сервис» продолжает свою работу в Новоуральске. За последние несколько месяцев основным видом деятельности было налаживание системы вывоза отходов из городских дворов. Ранее мы рассказывали о том, что жители многоквартирных домов столкнулись проблемой своевременной уборки мусора. Сейчас эту ситуацию удалось выровнять, но проблемы еще есть. Чем еще занимается организация? Какие инициативы реализуют на территории округа и что в планах? Узнаем от Виктора Малышева. В Новоуральске появились новые пластиковые контейнеры для сбора мусора. Они будут использоваться как во дворах, так и в домах, где имеется мусоропровод. Такую инициативу проявил региональный оператор ТБО «ОК-сервис». Первые адреса, где появились образцы нового оборудования, это Перевальная-2 и Советская-17. Кроме этого, обновляется и парк специализированной техники. На сегодняшний день специально для города Новоуральска региональным оператором было закуплено 4 единицы техники. Две из них работают уже на линии, как мы сегодня это видели. Другие две проходят процедуру постановки на учет. То есть все делаем для того, чтобы техника зашла к нам в город малогабаритная, удобная, современная. Новая техника и новые контейнеры взаимосвязаны. К примеру, контейнер, появившийся у дома номер 2 на улице Перевальной, предназначен для сбора как раз теми специализированными автомобилями, которые были недавно приобретены. Выглядит это вот таким образом. Мы по собственной инициативе поменяли 8-кубовый контейнер, который был ранее нами установлен буквально месяц назад. Но ввиду того, что погодные условия не позволяют и также крупногабаритная техника, которая осуществляет погрузку этого контейнера, чтобы не портить благоустройство города. Мы поменяли на более современные контейнеры, пластиковые контейнеры, которые осуществляют погрузку, осуществляется именно новой техникой, которая нами была закуплена, чтобы показать жителям, как это удобно, как это эстетично. Таким же образом происходит погрузка и из маленьких контейнеров. Пока такой пилотный проект реализуется только на Советской 17, но представители регионального оператора вышли с инициативой реализовать его на территории всего города, ведь это удобно и практично. Что касается ситуации с системой сбора мусора в городе, то на данный момент ее удалось стабилизировать. При этом процесс выстраивания эффективной системы сбора отходов, которая, как и раньше, позволяла своевременно убирать выброшенные в мусоропроводы и контейнерные площадки мусор, продолжается. На сегодняшний день график к нам более-менее установлен. Есть, конечно, некие проблемы, которые по вывозу контейнерных площадок, то есть там, где стоит техника, не можем проехать. Также существует проблема у нас с мусорокамерами, с вывозом только в одном случае, что на сегодняшний день у нас, у мусорокамерщика, получается, у управляющей компании день, среда и воскресенье, выходной. То есть мы понимаем, что мы получаем на понедельник очень большое накопление мусора. При возникновении проблемы с вывозом мусора необходимо обращаться в адрес регионального оператора по телефону 91600 или в офис, расположенный в доме номер 53 на улице Ленина. Здесь обязательно помогут разобраться в сложившейся ситуации и помочь в решении проблемы. Виктор Малышев, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. А сейчас о статистике по коронавирусной инфекции. Еще 705 случаев коронавируса выявили в Свердловской области по данным на 30 ноября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан перевалило за 179 тысяч. А в Новоуральске ситуация следующая. За последние сутки в Новоуральском округе COVID-19 подтвержден у 38 горожан. Снято с наблюдения 68 человек. Выписано с выздоровлением 149 новоуральцев. В настоящее время в стационаре инфекционного отделения находится 223 взрослых и один ребенок. Число граждан, причина смерти которых от коронавирусной инфекции подтверждена, составляет 7 человек. Данные предоставлены Межрегиональным управлением номер 31 ФМВА России. К другим темам. День атомных городов в онлайне. Два года подряд интеллектуальный конкурс проходит в дистанционном режиме. Но это не мешает атомным городам создавать единую среду общения. Валерия Конева расскажет об этапах игры и ее участниках. День атомных городов – один из конкурсов проекта «Росатом вместе». 25 и 26 ноября в онлайн-формате проходила викторина, в рамках которой представители 21 города, присутствие госкорпорации «Росатом», смогли проявить себя в интеллектуальных состязаниях. С приветственным словом к участникам обратился директор департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин. Своей речью он уделил внимание планам на следующий год. 22-й год потратим на то, чтобы для всех придумать нужную идею, со всеми разработать предложение, выйти вместе, всем комплексом, вместе с агентством стратегических инициатив, научно-технической инициативой, всеми остальными нашими институтами развития, выйти на решение о развитии. И то, что «Росатом» вместе, это будет воплощаться в каждом дороге, в каждом доме, который мы строим, в каждой школе, которую мы открываем, в каждой победе, которую наши ребята из городов добиваются в общероссийских и международных соревнованиях. Причем вам удачи, соревнуйтесь, боритесь, тренируйтесь. Нас ждут великие победы. На второй конкурсный день пришлось участие Новоуральска в этой игре. В рамках события участники из атомных городов сразились в двух турнирах – атомная разминка и атомные знатоки. В ходе атомной разминки команды задавали друг другу вопросы, посвященные теме турнира, будущему атомной отрасли и атомных городов в течение следующих 10 лет. Next 10. Я разрушительный, но экологичный. Во мне течет царская кровь, но я повсюду. Я лидер от природы, но меня используют и врачи, и блондинки. Я легкий на подъем, но требую инвестиций. Я углеродно наследил, но за мной будущее. Угадайте, кто я? На вопрос Новоуральска о водороде Озерск нашел ответ за 30 секунд. Турнир «Атомные знатоки» проходил в формате интеллектуальной викторины из Вилинг, где участники отвечали на вопросы организаторов. Какие этапы были приготовлены координаторами конкурса, все узнали только во время самой игры. Второй турнир был разделен на 6 раундов. Итоги дня «Атомных городов» станут известны позднее. Но вот какой результат уже заметен. Новые знакомства и веселая игра сблизили жителей «Атомных городов». Битва «Атомных городов» для молодых ребят, для интересующихся ребят, для того, чтобы был интерес к атомной отрасли, для того, чтобы была возможность какие-то знания почерпнуть или свои показать. Но самое, наверное, важное – это работа в команде. Потому что вот интересные исследования международных последних лет показали, что молодежь России отстает в международных исследованиях такой компетенции, как решение проблемных задач в команде. Я хочу поблагодарить вас всех за теплую компанию, за то, что вы сегодня были с нами. Мне очень важно, что мы находим время объединиться, что главы городов, заместители глав, работники, все приходят, и мы стараемся быть вместе, стараемся играть, находим какие-то способы все равно объединяться в это непростое для нашей страны время. Спасибо вам большое за это. Командная работа – одна задач дня атомных городов. Главной целью было определено формирование единой эффективной среды для общения работников организации госкорпорации «Росатом» и жителей городов атомной промышленности, их вовлечения в ключевые направления деятельности атомной отрасли, а также развитие корпоративной культуры. Эффективное развитие атомной промышленности и достижение уровня жизни, соответствующего всем требованиям, возможно лишь при единстве людей, которые работают ради результата. Именно поэтому тема викторины посвящена будущему отрасли. Валерия Конева, Геннадий Донгузов, Новуральская вещательная компания. Завершается срок уплаты имущественных налогов физлиц. От них зависит бюджет региона, городов и поселков. Правление Федеральной налоговой службы России напоминает, что налог на имущество, транспортные и земельные налоги нужно уплатить не позднее 1 декабря 2021 года. Оплату можно осуществить с помощью интернет-сервисов ФНС России, личный кабинет для физических лиц и единого портала государственных услуг, а также в отделениях или с помощью онлайн-сервисов банков. Людям, которые не выполнят свои налоговые обязательства вовремя, уже со следующего дня начнут начислять пени. Декан Новуральский – одно из трех учреждений культуры города, которое в этом году получило грант фонда культурных инициатив. И уже началась его реализация. Об уникальном проекте, который стартовал в городе и охватил учащихся начальной школы, расскажет Альбина Бабкова. «Тарасково-275» – притяжение. Так называется новый проект, реализация которого началась в Новуральске. Дом культуры Новуральский – одно из трех учреждений культуры города, которое впервые выиграло грант фонда культурных инициатив на свой уникальный проект. Вот в чем его суть. Мало кто знает, история села Тарасково насчитывает уже более 274 лет и в 22-м году отметит свое 275-летие. История большая, интересная, и немногие об этом знают. Поэтому родилась идея рассказать, посвятить, приобщить наше младшее поколение к нашей собственной истории. Этот проект был поддержан президентским фондом культурных инициатив, в 2021 году он был впервые запущен, и мы первые, кто выиграли этот грант. Очень важно себя самоидентифицировать как личность, как часть русской культуры, как часть русской истории. На мой взгляд, от этого и складывается внутренняя культура, которую потом человек уже несет своим детям. Уже дан старт первым программам проекта. Культурно-просветительские занятия «Обряды» раскрывают для участников идентичность русской культуры, села через игры, обряды, традиции и костюмы. Эта программа рассчитана на школьников начальных классов. Идейным вдохновителем на наш проект стала Ольга Павловна Батухтина, она заведующая клубом «Юбилейный» в селе Тарасково. Наш проект направлен на детей начальной школы, школ города. Ребята из начальных классов школ города с удовольствием принимают участие вот в таких заводных играх, обрядах. На занятиях они даже учились солить капусту. Ну а в завершении встречи маленьких гостей угощают капустными пирожками. Мне все понравилось. Такое прикольное мероприятие, такое веселое, задорное. А больше запомнилось что? Как мы капусту делали. Мне запомнилось, как мы мяли капусту. Еще мы хоровую воду водили. Мне сегодня понравилось играть с мячиками, когда нам загадывали загадки. А буточку из селезня понравилось? Да. Проект завершится грандиозным праздником – Днем села Тарасково, который пройдет 4 июня будущего года. Весь Новоуральский округ сможет присоединиться к празднованию Дня рождения села и стать соучастником этого большого, доброго и нужного проекта. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Производство телепрограмм и новостей. Как работают операторы, журналисты и телеведущие, узнали воспитанники двух муниципальных садиков номер 50 и 47. Подготовишки побывали в студиях Новоуральской вещательной компании. С секретами с гостями делились мои коллеги. Слово Марии Антоновой. То есть вы сейчас все ведущие новостей. Скажите, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые телезрители. Юные горожане попробовали себя в роли ведущих, узнали, что такое суфлер и работа в кадре, увидели, как много всего скрывается по ту сторону экрана, куда обычный зритель заглянуть не может. Новоуральская вещательная компания – это прежде всего большой коллектив, где важен труд каждого. Даже самый небольшой сюжет нельзя сделать без сложной работы журналиста, оператора, звукооператора, монтажера. Маленьким гостям показали сердце телерадиокомпании. Это режиссерский пульт для записи программ и прямых эфиров. Здесь очень много телевизоров. У нас здесь вот, на которых сидят несколько человек. Отметен, что любознательные воспитанники подготовительных групп приходили к нам на экскурсии из разных учреждений 25 и 30 ноября. Это дети и педагоги детских садов «Кубик Рубик» и «Жемчужина». Многие удивились, что студии бывают виртуальными, и далеко не всегда то, что мы видим на экране, действительно существует в реальности. Ребята из группы «Чебурашка» детского сада номер 50 сами умеют снимать мультфильмы. И задали коллективу НВК много вопросов. А ребята из «Жемчужины» предположили, какие тематики могли бы освещать, если бы они работали на телевидении. Вань, ты бы каким ведущим был? Ты бы новости или спорт вел? Что тебе нравится смотреть по телевизору? Какой спорт? Шуртрек. Так бывает, что уже в дошкольном возрасте некоторые определяют для себя не только круг увлечений, но и даже будущую профессию. А на современном телевидении можно реализовать и свои творческие увлечения, и технические знания. Как дела? Как дела? Всех слышно? И ребята, и взрослые, впервые побывавшие в закулисье НВК, получили много новой информации. Экскурсия очень понравилась, мы узнали очень много нового. Мы сами первый раз тоже побывали у вас на студии, увидели много нового, неожиданного, столько оборудования для нас. На нас это произвело очень большое впечатление, на ребяток в том числе. Мы с удовольствием побывали на ваших экскурсиях. Интересно было узнать о людях, которые здесь работают, об оборудовании. Ну и, конечно же, было здорово, что дети могли посетить такое значимое для города место. Ну что, ребята, понравилось вам на телевидении? Да! Геннадий Иванович, спасибо! Спасибо! Мария Антонова, Геннадий Донгузов, Антон Пылаев, Иван Вахняков. Новоуральская вещательная компания. В среду 1 декабря в 12.30 в прямом эфире на телеканале ОТВ и в социальной сети ВКонтакте смотрите программу напрямую о главном. В преддверии Дня волонтера с гостями в студии обсудим тему волонтерского движения в Новоуральске, его направление и перспективы развития. На этом все. Хороших вам новостей. До свидания.